И отметили, что Господь говорит о том, что славой первого храма был Он, и славой второго храма также будет Он. Более того, слава последнего будет больше славы предыдущего. Потому что духовное всегда перевешивает материальное. Во второй главе, в шестом-седьмом стихах, во второй главе, в шестом-седьмом стихах, мы читаем с вами о том, что Аввакум пишет еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и суши, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами на полный дом всей славы, говорит Господь Савау. Если вы откроете двенадцатую главу послания к евреям, то там вы увидите, что это время относится к установлению церкви. В двенадцатой главе послания к евреям рассказывается об установлении церкви. Именно об этом говорил в свое время Агей, об установлении церкви. Вот в этом отрывочке, второй главе, шестого по седьмой стихи. В девятом мы уже с вами отметили, что Бог говорит о славе последнего храма. Третье послание, двоеточие, что закон говорит о святом. Третье послание, что закон говорит о святом. Вторая глава с десятого по девятнадцатый стихи. Вторая глава с десятого по девятнадцатый. что закон говорит о святом если святая плоть касается нечистой плоти если святая плоть касается нечистой плоти то нечистое не становится от этого святым и если нечистая плоть касается святой плоти то святое становится нечистой гораздо легче злу запачкать святое гораздо легче злу запачкать святое чем святому изменить зло урок этих стихов состоит в том что грех заразителен урок этих стихов состоит в том что грех заразителен то есть бог им говорил прекратите ваши нечистые разговоры перестаньте говорить в негативном смысле потому что когда вы говорите в негативном смысле то вы приводите людей в уныние из-за этого народ становится нечистым четвертое послание надежда на возрождение дома давида надежда на возрождение дома давида это последнее послание во второй главе с 20 по 23 стихи бог говорил агей что ты и частности агей говорил зарываю об этом что ты и твой народ будете вечно обитать в доме моем которым будет управлять тот кого здесь олицетворяет зарывавель видите что написано в 23 стихе в тот день говорит господь саваоф я возьму тебя зарывавель сын салафи или вран но я говорю господь и буду держать тебя как печать ибо я избрал тебя говорит господь саваоф то есть зарывали здесь есть прообраз иисуса христа тема книги очень простая тема строите храм послание стройте храм и бог благословит вас утешение послушные господу будут благословлены послушные господу будут благословлены уроки три урока будет первый строгий призыв к выполнению своих обязанностей является хорошим тонизирующим средством и лекарством строгий призыв к выполнению своих обязанностей является хорошим тонизирующим средством и лекарством родственников строгий призыв ч. т.е. ч. т.е. 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 Иногда бывает так, что народ Божий, дети Божьи, они настолько привыкают к комфортному сидению на диване, ничего не деланию, что необходим тот, кто скажет, встряхнет, придет и призовет. Все к труду. Потому что должны быть всегда те, кто будет трудиться на Неве Божьей. И если это будете вы, то вас Бог будет за это благословлять. Хотите благословение? Трудитесь на Неве Божьей, Бог будет благословлять вас. Второй рост. Внешнее великолепие не является гарантом истинной славы. И здесь запишем несколько мыслей по этому уроку. Богу нужны люди, на которых Он может рассчитывать. Богу нужны люди, на которых Он может рассчитывать. Ему все равно, сколько людей приходит послушать проповедь или песнопение. Ему все равно, сколько людей приходит послушать проповедь или песнопение. Для Бога важно одно. Делается ли это от всего сердца? Делаю ли я это, потому что хочу служить Богу? И вот посмотрите, как обстали в то время дела. Люди вернулись из плена, ходили в синагогу, ходили на богослужения, слушали проповеди, думали, что они служат Богу. Но Бог посылал им засуху, Бог не благословлял их по одной простой причине. Почему? Потому что они не выполняли одного требования, которое Он им повелел исполнить, построить храм. Они строили свои дома, они занимались своими делами и думали и были уверены в том, что они служат Богу. А Бог их не благословлял. Засуха, голод. Из-за того, что одно единственное поручение они не исполняли. Не строили храм Господу. Сегодня единственное поручение, которое Бог дает нам с вами, это какое поручение? Матфея 28 глава. Самое главное поручение, какое наше? Это чтобы мы рассказывали об Иисусе. Чтобы весь мир слышал благую весть Евангелия. Чтобы мы были с вами служителями Слова. Это единственное поручение от Бога. Чтобы мы распространяли Слово Божие об Иисусе. Третий урок. Основой всякого успешного учения и проповеди являются слова «говорит Господь». Основой всякого успешного учения и проповедни являются слова «говорит Господь». как говорит Господь в кавычки. Вопросы по книге пророка Агея есть? Все понятно? Вопросы по плану, вы 3 и 4 не записали, а план книги идёт только два пункта, правильно? Четыре послания говорил вам, план книги, правильно? А, то есть каждый пункт плана книги это послание? Да. Это откуда-то, нет? Если Святая Родь касается нечистой плоти, то нечистой не становится никакого человека. Это можно использовать в поклонении, когда святыни выстояются? Люди идут там, касаются, думают всё. Святыни это не чистое. Это выдаётся как чистое святое, но на самом деле мы же с вами знаем, что такое святое и чистое. Чтобы мне стать чистым, я должен что делать? Поклоняться истинному и служить истинному Богу. Чтобы я становился чистым, я должен прийти к Иисусу Христу, а не к какой бы то ни было святыне, называемой святынею людьми. Итак, книга пророка Захария. Вся глава рассказывает об установлении церкви. Пророк Захария. Служение пророка Захарии протекало одновременно со служением пророка Агея. Захария служил вместе с Агеем пророком. Он проповедовал о Господе как царе Иудеи. Он проповедовал о Господе как царе Иудеи. Обещая наступление дня, когда Господь будет царем всех народов. Многие признают, что пророк Захария является самым мессианским пророком из всего Ветхого Завета. Превзойдя по количеству сказанного о царе и его царстве даже Исаию и Иеремию. Время написания книги с 520 по 516 до нашей эры. 520-516. Имя означает «Господь помнит». Захария «Господь помнит». План книги «Введение». Двоеточие призыв к покаянию. Итак, в этой книге, в плане этой книги, в план этой книги начинается с «Введения». А в «Введении» говорится о чем? Призыв к покаянию. И поэтому, когда мы с вами открываем первую главу и читаем первых шесть стихов, что мы и сделаем, мы увидим, что прежде всего в книге звучит призыв к покаянию. Первая глава первых шесть стихов прочитает нам Сергей Вацепновский. В восьмом месяце во второй год далее было слово Господня к Захарии, сыну Барахину, сыну Адову пророку. «Погнялся Господь на отцов ваших предвидимым гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Савовов, обратитесь ко мне, говорит Господь Савовов, и я обращусь к вам, говорит Господь Савовов. Не будьте такими, как отцы ваших, которые вызывали прежде бывшие пророки, говорят. Так говорит Господь Савовов. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но словам моим и определениям моим, которые заповедовал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Савров поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Спасибо. Пишем. Призыв к покаянию и призыв вернуться к Господу должен был уже прозвучать через несколько месяцев после начала строительных работ. Должен был уже прозвучать через несколько месяцев после начала строительных работ. Людям нужно было помнить о том, людям нужно было помнить о том, что их отцы начинали хорошо, но плохо заканчивали. Первый пункт плана. Восемь ночных видений. Двоеточие. Ближайшее будущее Израиля. Восемь ночных видений. Ближайшее будущее Израиля. Эти восемь видений, они будут составлять основную часть первой половины книги. То есть ее первые шесть глав. И первое видение. Первое видение. Всадник на коне среди миртовых деревьев. Всадник на коне среди миртовых деревьев. Первая глава с седьмого по семнадцатый. Первая глава с седьмого по семнадцатый. Это видение говорит. Двоеточие. Где Бог, там царит мир. Где Бог-тире, там царит мир. Мир царствует там, где можно найти Бога. Где Бога почитают и где Бог обитает. Мир царствует там, где можно найти Бога. Где Бога почитают и где Бог обитает. Давайте прочитаем с вами этот отрывочек. Сережа Чубенко нам прочитает стихи с 7 по 17. В 24 день 11 месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господа к Захарии, сыну Варахи и сыну Ады, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него рыжие кони, бегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которые Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господнему, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, господь Сидержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иудинами, на которые ты гневаешься, вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мной, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф. Возревновал я об Иерусалиме и сегодня ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Поэтому, так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф. И землемерная дверь протянется по Иерусалиме. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф. Снова переполняются города моей добром. И утешит Господь Сион и снова изберет Иерусалим. Спасибо. Итак, что мы с вами здесь видим? Что весь мир находился в состоянии покоя, потому что Бог снова обитал в Израиле. Бог снова был в Израиле, и они были под Божьим благословением. Потому что, вернувшись, они начали строить Божий храм, и Бог дает им заверение, что Он снова будет обитать среди них. А там, где Бог, там мир. Второе видение. Четыре рога и четыре рабочих. Четыре рога и четыре рабочих. Первая глава с восемнадцатого стиха по двадцать первый. С восемнадцатого по двадцать первый. Толкование этого видения простое. Грубая сила будет не зложена, потому что она является оскорблением для Бога. Бог не потерпит грубую силу. То есть, вот эти рога и рабочие свидетельствуют о том, что Бог обязательно не зложит грубую силу. И прочитаем с вами с восемнадцатого по двадцать первый. Настя прочитает срок с восемнадцатого по двадцать первый. И поднял я глаза мои и увидел. Вот четыре рога. Сказал я ангелу, говорившему за мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их. Ведь роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Третье введение. Человек с землемерной вербью. Вторая глава. Вся вторая глава с первого по тринадцатый стихи. Смысл этого введения. Господь является их защитной стеной. Господь является их защитной стеной. На тот момент в Израиле не было стены. Стена будет отстроена только в пятом веке. Не еми ей. Где-то около четырехсот пятидесятого года до нашей эры будет стена отстроена не еми. Тем самым Господь говорил, вам не нужна защитная стена. Тем самым Господь говорил, вам не нужна защитная стена. Я буду защищать вас. Самое первое, что они должны были отстроить, это было что? Храм. Правильно. Поэтому Бог им говорит, строите храм и не беспокойтесь о стене вокруг Иерусалима. Я буду вашей стеной. Я буду вас защищать. Четвертое введение. Обвинение Иисуса и его последующее очищение. Обвинение Иисуса. Этот Иисус был великим Иереем. Мы прочитаем с вами в третьей главе. И его последующее очищение и Божье облачение. Смысл введения состоит в том, что Бог очищает и одевает своих помазанников. Бог очищает и одевает своих помазанников. Бог очищает и одевает тех, на кого посылает свой дух. В послании Галатам 3.27 Павел пишет, что мы очистились, крестившись во Христа и облеклись во Христа. Что мы очистились, крестились во Христа и облеклись во Христа. Нашим одеянием является Христос. Пятое видение Золотой светильник и две маслины Золотой светильник и две маслины Захария 4 глава Так же вся С 1 по 14 стихи Смысл этого введения в том, что Бог наделяет своих служителей силой Бог наделяет своих служителей силой Именно об этом Отрывки и на этот отрывок будет ссылка Книги Откровения Если вы помните Сергей, где там книги Откровения говорится об этом? Говорится об этом в 4 главе 5 стих и 11 глава 4 стих 4.5 11.4 Там речь пойдет о великой силе Божьей, которую он дал своим служителям Чтобы выставить против римского притеснения Там речь пойдет о силе Божьей, которую он дал своим служителям Чтобы выставить против римского притеснителя То есть, когда мы читаем и Захарию, и Откровения Мы с вами видим, что Бог тогда Во времена Захарии и во времена Иоанна, апостола Говорил своим рабам И нам с вами сегодня говорит Чтобы мы не беспокоились О том, что у нас сильные враги Бог говорит Вы золотой светильник Не думайте, что ваш запас ели Зависит от врага Я насадил у вас 2 маслины Я поставил 2 сосуда И вы будете ярко светить Ваша задача во времена Захарии, я имею ввиду Заключается в том, чтобы строить храм И быть светом для всего мира Наша с вами сегодня задача какая? Чтобы нести Евангелие в мир И быть светом также для всего мира Шестое видение Летящий свиток, на котором написаны Имена грешников и грехи земли Летящий свиток, на котором записаны Имена грешников и грехи земли 5 глава 1-4 стиха 5 глава 1-4 стиха Смысл видения Грешники и грехи будут удалены с земли Грешники и грехи будут удалены с земли Бог очистит не только своих служителей Но и всю землю Седьмое видение Женщина в корзине Женщина в корзине 5 глава С 5 по 11 И корзины раньше использовались в Израиле Для сыпучих, например, зерна То есть в корзины насыпали сыпучие Смысл этого видения Бог удаляет с земли даже вид греха Женщина в корзине символизирует нечестие земли Женщина в корзине символизирует нечестие земли Корзина накрыта свинцовой крышкой Чтобы она не убежала Корзина накрыта свинцовой крышкой Чтобы она не убежала Последнее восьмое видение Четыре колесницы и их всадники Четыре колесницы и их всадники Шестая глава первых восемь стихов В этом видении представлен Бог И четверо его приближенных В образе четырех животных В этом видении представлен Бог И четверо его приближенных В образе четырех животных Находящихся вокруг престола Откровение 4.7 Иезеки 1.5 Откровение 4.7 Иезеки 1.5 Исайя 6 глава Со второго по восьмой Исайя 6 глава Со второго по восьмой Смысл этого видения в том Что Бог держит свои обещания И Он непременно накажет нечестивых Бог держит свои обещания И непременно натажет нечестивых Кульминацией всех видений стало коронование Иисуса Захария 6 глава Из 9 по 15 Речь идет о реально Имевшем место событии Ставшим символом отрасли Мессии Царя и священника Ставшим символом отрасли Мессии Царя и священника Итак, это все было под первым пунктом плана Это все было под первым пунктом плана Восемь видений Восемь видений Второй пункт плана Проблема обрядового поста Проблема обрядового поста Когда евреи находились в плену Они пребывали в такой печали Что даже начали поститься в неустановленные дни Начали поститься в неустановленные дни Из Вифиля пришел вопрос О том, стоит ли продолжать поститься в эти дни В ответе было сказано Что нет причин продолжать бесполезные посты Неискринний пост бесполезен Неискринний пост бесполезен Седьмая глава об этом рассказывает Бог сказал Что им необходимо хранить верность Господу Бог сказал Что им необходимо хранить верность Господу И напомнил По необходимости Нравственного и духовного послушания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Восьмой главе Захарий объясняет природу истинного поклонения С восемнадцатого по двадцать третий стихи Восьмая глава С восемнадцатого по двадцать третий И говорит о том Что пребывание в печали В присутствии Божьей радости В присутствии Божьей радости Считается грехом против Бога Так как они вернулись На родную землю Не было больше причин проститься Так как они вернулись На родную землю Не было больше причин проститься Третий пункт плана Мессия и его царство Третий пункт плана Мессия и его царство Это вторая половина книги С девятой главы по четырнадцатую С девятой по четырнадцатую Будет Захарий рассказывать нам О Мессии и о его царстве И мы с вами подробно еще об этом поговорим О Мессии и его царстве И не только Запишем тема книги Тема книги Храм Царство Мессия Это тема книги Храм, царство, мессия Послание В Доме Бога все свято Утешение Бог всегда благословляет послушных Знакомое утешение вам Бог всегда благословляет послушных Совершенно верно Можете себе поставить ссылочку Римлянам Послание К Римлянам Восьмая глава Двадцать восьмой стих Если мы исполняем Божью миссию на земле Все будет содействовать ко благу Если мы исполняем Божью миссию на земле Все будет содействовать ко благу И благословения обязательно придут Уроки книги Первый урок Царь будет править всем миром То есть первый урок посвящен вселенскому характеру Божьего царства Царь будет править всем миром Два, одиннадцать Шесть, пятнадцать Восемь, двадцать три Четырнадцать Два, одиннадцать Шесть, пятнадцать Восемь, двадцать три Четырнадцать Девять Второй урок Вечная слава Приходящая благодаря Христу Вечная слава Приходящая благодаря Христу Вторая глава Стихи 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 12 глава 10 стих И 14 глава 8-9 стихи 14 глава 8-9 стихи И третий, последний урок Бог царствует и всегда будет царствовать Бог царствует и всегда будет царствовать Итак, мы с вами записали план книги, тему Послание утешения и три урока И с завтрашнего дня мы начнем с вами изучение книги пророка Захария Потому что на втором часе вы прочитаете без меня всю книгу по главе и в 14 глав Продолжение следует...